МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча с хоккеистами Щелково, Казани, а также сборными Санкт-Петербурга и Свердловской области. Тур завершится 8 июля. И в завершение о пляжной борьбе. Этот вид спорта становится все более массовым и привлекает новых и новых людей. На городском пляже состоялся традиционный, уже четвертый по счету турнир. Посоревноваться заявилось порядка сотни участников. Да и зрителей на турнир прибыло прилично. Получился масштабный спортивный праздник. Для разогрева выступление творческих коллективов, затем, собственно, само борцовское действие. Впрочем, разогревать в этот день никого особо и не надо было. Зрители загорали на солнце, а спортсмены потели на площадке. Борьба шла сразу на двух песчаных кругах. Организация оказалась на высшем уровне благодаря организаторам, нашим друзьям, которые готовились очень интенсивно. И все отработали до мелочей. Добавили участники. Это Удмуртия, Республика Удмуртия, Свердловская область, Уфа и Республика Татарстан. Популярность пляжной борьбы растет в том числе и благодаря правилам. Они довольно демократичны. А в Перми устроители соревнований сделали еще и небольшую корректировку в пользу зрелищности. Нет какого-то подразделения, там неважно, вольная борьба, самбо или дзюдо, грэппли. Тут все почти на равных. В принципе, правила для всех видов борьбы приемлемы и удобны. И поэтому выявляется самый сильный уровень. Поднялся в сравнении с предыдущими годами. На порядок выше стал. Все спортсмены именитые. Очень много хороших, достойных соперников. Награды разыграли в четырех весовых категориях. Победителями в итоге стали Виталий Есин из Палазны, Сергей Кислицын из Ижевска, а также Пермики Егор Попов, Клуб Планета и Никита Шершавин, Ермак. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.